троллях в Лас-Вегасе, Чикаго и Гранд-Трапец. В Чикаго это будет стендап-шоу и панельная дискуссия в прямом эфире. Зайдите на jimmydur.com, чтобы получить ссылку на билеты и обязательно зайдите на jimmydur.com. Я здесь с ребятами из Do Dissonance и я просто хочу начать с показа этого. Итак, парень, который это сделал, это был парень по имени Томас Мэтью Крик. Он был идентифицирован как парень, который стрелял в Дональда Трампа. Я слышал, что это был парень по имени Пэтси МакПетти. Криксу было 20 лет, он жил в Беттель-парке, штат Пенсильвания, примерно в 40 милях к югу от Баттлерского ралли. Он использовал R15, который был найден на месте происшествия и по-видимому ему выстрелили в голову после того, как он попытался убить бывшего президента. И вот он. Это он, когда он учился в средней школе. Итак, Саймон Табуб пишет в твиттере, он говорит, меняет ли что-нибудь тот факт, что 20-летний Томас Мэтью Крик, который вчера пытался убить Дональда Трампа, был зарегистрированным республиканцем, он не был ни пропалестинским террористом, как утверждают некоторые, ни иммигрантом-животным, ни неквалифицированным защитником черных дей, как часто пишут. Есть типы людей, которые продвигаются в социальных сетях, те, кто предпочитает следовать, а не модерировать. Так что ты думаешь об этом, это так, ты думаешь, что это одна из тех ситуаций с губернатором Уитмером, где они находят умственно неполноценного человека, который не стал бы делать то, что он обычно делает, и кто-то подталкивает его к этому. Мне так кажется. Извини, Рассел, продолжай. Вы знаете, прямо сейчас недостаточно подробностей, чтобы сказать, откуда стрелял стрелок, но мне кажется, что это, по крайней мере, основано на некоторых показаниях свидетелей. Просто не может быть, чтобы вы были так заметны стольким свидетелем с винтовкой рядом с президентом, без того, чтобы люди, которые должны защищать президента, не допустили этого. Так вот, мы здесь. Кем бы ни был этот парень. Да. Так что нет, мы определенно дойдем до этого, потому что мы. У меня есть видеозапись, на которой люди говорят, что они говорили копом, так что я собираюсь это показать. Но. Таким образом, мы не должны предполагать, что если бы это был. Если бы это был парень. Мне кажется, что если он 20-летний зарегистрированный республиканец, то что бы это значило? Это только потому, что его родители были республиканцами, и он зарегистрировался как республиканец? Вы понимаете, что я имею в виду? Как это происходит? Имеет ли это какой-нибудь смысл для кого-либо из вас? Я имею в виду, что это было бы моим предположением. Я имею в виду, что что я имею в виду, начиная с тех дней, когда я впервые понял, что 9-11, скорее всего, была работа внутри компании. Было несколько-несколько различных конкурирующих теорий относительно того, как именно это произошло. И больше всего я разделяю то, что они называют теорией прыжка во лжи. Позвольте этому случиться намеренно. Я прыгаю. Существует множество заговоров. Некоторые из них были созданы в ФБР, например, заговор о похищении Гретхан Уитмер, террористический заговор Ньюбургской четверки. Эти ребята были из моего родного города. Они были созданы в ФБР. И потом некоторые из них являются органическими. Большинству из них удается помешать, а некоторым нет. И теория о событиях 11 сентября, которую я нахожу наиболее правдоподобной, заключается в том, что ходили слухи о заговоре с целью нападения на башни близнецы с использованием самолетов, и что правительство решило, что они могут использовать это в своих интересах. Так что они отступили. Они позволили этому случиться специально. И если бы мне пришлось угадывать, то это было бы то, за что я бы подписался здесь. Опять же, информация слишком новая, чтобы строить догадки. Но насколько я понимаю, чем больше я узнаю об этом стрелке, тем больше убеждаюсь, что да. Это один из тех случаев, когда психически неуравновешенный, одинокий молодой человек сорвался с катушек, и никто ничего не сделал, чтобы вмешаться. И я думаю, что мы поговорим о механике того, как это произошло через несколько минут. Так что я не буду на этом останавливаться. Но это было бы моим подозрением на данный момент. Знаешь что, я просто хочу очень быстро вмешаться и сказать, что Кэндис Оуэнс сообщила, что он не голосовал на последних выборах, но он сделал пожертвование в пользу демократов. Верно, верно. Так вот в чем дело. Единственный. Так что он демократический донор, даже несмотря на то, что по словам Саймона Атебы, он был зарегистрированным республиканцем. Давай, Расс. Единственная квалификация, которую я добавлю, это то, что этот парень классический простофилия. Ты же знаешь, что они найдут таких парней, которые, если кто-нибудь заглянет в их историю, скажут, о ну что же, у этого парня было не все в порядке с головой. Так вот, ты же знаешь, что даже в случае убийств мафии Джо Коломбо был застрелен чернокожим парнем, который любил Гитлера, который, как совершенно очевидно, был подставлен, а затем застрелен на месте происшествия. Вот такой человек тебе и нужен, потому что кто же будет смотреть дальше человека, пока у него есть такой профиль. Так что одно не исключает другого. Так вот, я хочу показать тебе это. Курт Мецгер только что прислал мне это. Он говорит, почему у тебя нет опции MK Ultra Mindslave. 90 процентов, вот в чем дело. Так что посмотри на это Томас Мэтью Кук, 20-летний стрелок, который пытался убить президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Был показан в рекламе BlackRock в 2023 году. Что? Ты хочешь это увидеть? Вот оно что. Вот оно что. Меня зовут Брайан Делала. Я преподаю экономику Associated Press и с отличием в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Вот и он. Финансовое благополучие для меня это знать, что я могу делать то, что мне нравится. Активы пенсионных планов менеджеров BlackRock. Когда я выйду на пенсию, они говорят, что этот парень сделал это место особенным местом, куда можно приходить в школу. Вот он. Столько, сколько он мог, чтобы помочь обществу. Так вот, когда мы начали этот стрим, я сказал, что это выглядит так, как будто они нашли умственно неполноценного человека. Они поощряют его делать то, что он обычно не стал бы делать. Точно так же, как Эс. Я имею в виду, что это ФБР, это как их МО. Они делают это по крайней мере с тех пор, как произошли события 11 сентября, но НК-Алтра, как мы знаем, начался в 50-х. И вот на что ссылается Курт. Так что этот ребенок буквально фигурирует в видео BlackRock. Вау. Вот он. Это скриншот из видео. Это он. Это правда. Я имею в виду, что ФБР действительно создает таких людей в порядке вещей. Так что же они сделали с этим, как это называлось? Заговор Уитмера? Заговор Уитмера и Ньюбургская четверка, о которых я упоминал. Конечно же, Ньюбургская четверка. Да, люди. Конечно же, об этом не пишут в прессе так, как следовало бы. Конечно же, это не так. Нет. Это так же, как со строительством. Один из парней только что вышел из тюрьмы. Мы собираемся взять у них интервью в ближайшее время. Точно так же, как здание 7 не впадает в депрессию, так и должно быть. И позвольте мне просто показать вам. Вот, вот это видео. Малкольм раздобыл это для меня. Давайте посмотрим это. Но он делает эти снимки, этот антагонизм, это насмехается над разумом. Позвольте мне сказать вам, что если вы возьмете за разведывательное сообщество, у них есть 6 способов вернуться к вам в воскресенье. Так что даже для практичного, якобы здравомыслящего бизнесмена, он поступает очень глупо, делая это. Как вы думаете, что сделало бы разведывательное сообщество, если бы они это сделали? Я не знаю. Я не знаю. Может быть, они запустили бы теорию заговора, в которой говорилось бы, что он предатель нашей страны. Может быть, они не позволили бы ему проводить свою собственную внешнюю политику. Может быть, они попытались бы дважды объявить ему импичмент. Выдвинули бы против него 4 разных фальшивых обвинения, а затем, может быть, они, знаете ли, нашли бы психически неполноценного человека, чтобы попытаться убить его. Я не знаю. Я не знаю, что бы они сделали. Он говорит, что он не знает. Но как мне сказали, они очень расстроены тем, как он обошелся с ними и говорил о них. И вот что только что раскрыл нам Чак Шумер, и я уже говорил об этом раньше, так это то, что он раскрыл все карты. Что президент на самом деле не контролирует ни ЦРУ, ни ФБР, ни НСА, ни свою собственную внешнюю политику, что они управляют им. Есть сгусток, есть глубинное государство, которое на самом деле управляет президентом, и президент работает на них. И если он этого не сделает, они убьют его. Вот что это то, что только что раскрыл нам Чак Шумер. Давай, продолжай. Да, это всегда забавно, когда время от времени они забывают, что живут в пузыре, где подобные идеи не ставятся под сомнение. Но если вы говорите об этом публично, вы выдаёте информацию о том, как всё это работает, которую вам действительно не следует сообщать общественности. Время от времени они забывают лгать. И это очень показательно. На этой неделе у вас был конгрессмен Миллер, который открыто заявил, что мы не верили, что Байден был единственным человеком, который мог победить Дональда Трампа. Мы верили, что он был единственным человеком, который мог победить Берни Сандерса. Так что те же самые элиты, которые сейчас хотят, чтобы Байден ушёл, он не может на самом деле жаловаться, потому что они были теми, кто поставил его тогда. Время от времени они просто говорят правду, потому что они окружены людьми, где это было бы просто нормальным разговором. И время от времени их подслушивают на горячем микрофоне, когда они говорят что-то подобное. Именно это и произошло со шумером там. Он забыл, что камеры были включены. И ты знаешь, американская общественность не найдёт это таким же забавным, как он и его богатые спонсоры. И просто чтобы ты знал о том, чтобы поставить галочку в нашем пункте о секретной службе и о том, что это по крайней мере разрешено. До 2003 года секретная служба была частью казначейства США. Ты знал об этом? Нет. А затем, после 2003 года, она стала частью национальной безопасности. Так что с 2004 года она находится в ведении национальной безопасности. И у ФБР есть точка опоры в секретной службе. Так вот в чём заключается суть этого. И мы все знаем, что ФБР и Министерство юстиции преследовали Трампа. Так что все они находятся под этим. Итак, секретная служба является частью той же организации, которая преследовала Трампа с тех пор, как он стал президентом. Эй, я увижу тебя на гастролях в Лас-Вегасе, Чикаго и Гранд Рапидс. В Чикаго это будет стендап-шоу и панельная дискуссия в прямом эфире. Перейдите по ссылке jamidur.com для получения ссылки на билеты и обязательно посетите jamidur.com.